Но я бы начала, наверное, еще с одной слабости Путина. Мы знаем, что он имеет такую очень странную привычку. Во время своих выходов в свет он любит целовать чужих детей. И вот недавно Путин, как мы уже с вами обсуждали на прошлой нашей встрече, приехал в Дагестан, вышел к незнакомым людям. И там он сделал селфи с девочкой, и даже там он ее поцеловал в голову. Вот сейчас показывают это фото. Но история с Дагестаном не завершилась, ведь захотела приехать к Путину еще одна девочка, которая очень хотела его увидеть. И вот ее Путин встретил в Кремле. Предлагаю посмотреть. Путин пообщался в Кремле с девочкой из Дагестана, которая не смогла увидеть президента во время его поездки в Дербент на прошлой неделе, отчего очень расстроилась и расплакалась. Раиса Токипова говорила, что ее мечта поехать в Кремль и увидеть Путин. И эта мечта сбылась. Девочка не только пообщалась с президентом в его кабинете, но и посидела в кресле главы государства. Вместе с Путиным, который сел рядом на корточках, поговорила по телефону с премьером Мишустиным и министром финансов Силуановым. Смотрите. Иди ко мне. Здравствуйте. Привет, здравствуйте. Здравствуйте. Дарья, подержи. Спасибо. А это маме. Я когда уехал из Дербента, приехал в Москву, мне показали картинку, где ты плачешь. Но я думал, что понятно, что я, к сожалению, не могу поговорить с каждым человеком, который на площади стоит. Но все-таки твоя реакция у меня. Вот если вообще загуглить Путина и детей, то выдает очень много фотографий, где он целует деток. Помним мы всем известную фотографию мальчика с животом. Вот тоже он девочку целовал. И еще очень много таких подобных фотографий в сети можно найти. Вот мальчик славно такой известный. Что это с ним? Почему он так себя ведет? Он ведет себя действительно крайне странно. Это давно вызывает дискуссии, разговоры на этот счет. Потому что здесь есть некая синергия его пула медийщиков и его собственных рефлексий и каких-то особенностей, а может быть даже патологий. Дело в том, что фальку они, конечно, берут понятно с чего. То есть в советское время был достаточно известный эпизод, когда девочка из советской Бурятии, Геля Маркизова такая девочка, которую родители большевики доставили прямо на съезд. Вот она с двумя букетами прорвалась как бы поближе к Сталину. Ну, тот ее вытащил прямо на трибуну, поставил, подарил потом, по-моему, часы. По-моему, мне почему-то кажется, что портсигар, хотя это, конечно, неуместно, наверное. Но у меня вот что-то в памяти это осталось. Ну, не суть. В общем, дальше эта девочка остановилась в гостинице со своими родителями. Вот туда какие-то советские, значит, вдохновленные вот эти... Пролетариат вот этот вот потащил какие-то сладости, значит, подарки, подношения. Дальше девочка уехала к себе домой в Бурятию, там тоже была обласкана первое время властями. Но впоследствии родителей этой девочки, тем не менее, бурятская уже местная карательная репрессивная машина, все равно упрятала, значит, куда-то там в лагеря. Но при этом у самой девочки вот этот эпизод отразился в памяти как очень светлое воспоминание, вот парадокс такой. И поэтому они сделали просто какую-то тальку. И еще эти два букета, какая-то такая нарочитая даже, как мне кажется, 25-й кадр, может быть, для тех, кто еще то время помнит. Может быть, это последние, так сказать, путинские бабки, вот эти отряды какие-то безумец каких-то, которые там что вопят. Ну, наверное, это какую-то параллель должно было возбудить в воспаленном сознании. Но кроме этого, сам по себе Путин, он тот самый серийный маньяк, который заманивает детей домой конфетами. Только вместо конфет у него, ну, такие, знаете, подношения или подарки от его министра финансов Силуанова. Он решил с барского плеча там 5 миллиардов на Дагестан сбросить. Ну, тут, конечно, нашлись охочие предоставить своих детей в качестве иллюстрации буйной любви к вождю. Ну, и я бы хотела еще припомнить не только, знаете, в конце концов, я вам тоже сказала, как там во время съезда, так вот эти повязывания галстуков на трибуне Мавзолея, уже и последователей Сталина и так далее. Это длинная история. Там дедушки Калинина, который, значит, в музее имени которого пионеры принимают, учитывая, что о нем известно, что вот как раз дедушка Калинин был страшно охочить для девушек комсомольского, а то и, пардон, пионерского возраста. Ну, что касается Путина, то, конечно, кадр с мальчиком кажется более, так сказать, для него таким, как бы, знаете, вот поведенческим, как-то он ему непрописанным, что ли, в сценарии. Там вот как-то было это, судя по всему, вот какая-то такая его девиация, она просто вылезла. Ну и там этому большого вот такого значения медийный его пул тогда не предавал, наоборот, замалчивал с девочками, вот напротив. Но расскажу вам одну историю из его жизни, связанную с девочками. Дело все в том, что он еще, знаете, в пору, когда он только пытался социализироваться и, по большому счету, не знал, как вести себя с противоположным полом, потому что он был ему чужд, ну, так скажем, может, даже где-то и неприятен, как-то враждебно воспринимался. В общем, есть у меня одна такая знакомая, которая, будучи несовершеннолетней, была им приглашена вместе со своей подругой на какой-то турнир под дзюдо. Конечно, это чрезвычайно скучное зрелище для девушек было, для девочек, наверное, было бы даже правильно сказать. Но, тем не менее, Путин со своим приятелем, которые уже были полувозрелого возраста, им было, наверное, лет по 20, они решили еще их пригласить на чашечку чая к себе домой. Ну и, так сказать, девочки несколько так уже утомленные вот этой скукотищей этого зрелища, такого-то очень такого, ну, как бы, турнира-то такого совсем третисортного. Но в итоге, после того, как они там наскучались, все-таки согласились, приняли приглашение, пришли туда. И тут Путин решил продемонстрировать вот этой самой девочке все те приемы, которые, значит, она должна была увидеть на турнире. То есть он пытался к ней, он к ней подошел просто как к спортивному снаряду. Ну, то есть пару раз, когда он ее швырнул через бедро, то они просто, так сказать, ползком и даже покрикивая выбежали из этой квартиры и подумали, что действительно какой-то то ли дурной сумасшедший, то ли маньяк, то ли вообще что это было. Ну, то есть это, так сказать, история из его жизни, рассказанная из первых уст. Предполагаю, что не единственная, наверное. Но, судя по этой истории, можно уже говорить о том, что интерес, конечно, к девочкам у него наигранный. То есть он еще тогда не знал, что с ними делать. Потом можно посмотреть на интервью Шкребневой в девичестве, потом Путина и ныне очередной, которая рассказывала о том, как он был чрезвычайно холоден, незаботлив. И стоило ему только выпить буквально рюмку водки, как в нем просыпался садист-маньяк. Он начинал ее щипать, он начинал ей, значит, выкручивать руки. Это все есть в ее книге, в ее воспоминаниях. И после этих всех откровений, ну, наверное, все думали, что ее ждет участь какой-нибудь жены Генриха VIII или родственницы Петра I. Но тут он смилостивился, неожиданным образом выдал замуж за куратора, значительно моложе ее. Она даже приобрела фамилию очередная и продолжила свои приключения в качестве его подельницы, потому что у нее теперь не только дом на воздвиженке, но и целые коллекторные какие-то компании мелкокредитные, которые обгладывают все, что Путин оставляет, то есть каким-то образом вне своего внимания, то есть где еще можно дограбить россиян, туда, значит, пускается его пара, бойни и кладь советского разлива. Вот в вашем первом сюжете было показано, как якобы, значит, его пытаются преподнести, его пропаганда таким каким-то бессеребряником, аскетом чуть ли не. Но это, конечно, все полнейшее вранье, просто, знаете, погибелься. Чем чудовищнее ложь, тем, наверное, легче в нее поверят.